Мы приехали здесь с реализацией российского проекта, как раз педиатрического респираторного общества в том числе и первого Московского государства медицинского университета имени Сеченова, посвященного респираторной медицине, прежде всего в педиатрии. Наш ВУЗ занимается активно последипломными формами и подготовками, в том числе и здесь, в Республике Крым в целом и в городе Севастополе в частности. И, естественно, здесь приезд не случайный, он закономерный. Мы выбрали темы, которые наиболее актуальны для практикующего врача. То есть сегодня прозвучат инфекции нижних дыхательных путей пневмонии, респираторные инфекции, прежде всего повторяющиеся бронхиальная астма, аллергический ренит и так далее. То есть темы, которые, в общем-то, не на слуху, а которые в повседневной жизни врача. Основные задачи, прежде всего, дать инструмент практикующему врачу наиболее адекватных подходов к современной диагностике этих заболеваний, что позволит рано выявлять, рано устанавливать диагноз, а значит, правильно подходить к лечению. Новые подходы, инновационные к лечению, которые есть не только в России, но и в мире в целом. Ну и третье, мы привезли еще диагностический комплекс, который передаем безвозмездно от респираторного общества здесь, городу, в одно из лечебных учреждений для диагностики функций внешнего дыхания у детей, начиная с ноля, то есть с рождения. То есть те методы, которые существуют, они в основном после шести лет. А до шести лет ребенок живет и, к сожалению, чаще, чем другие возраста, болеет респираторными инфекциями. И с тем, чтобы раньше поставить диагноз, особенно, например, тот же аллергического заболевания в виде бронхиальной астмы, нужны такие методы. Что сегодня мы и сделаем, мы постараемся научить врачей, как пользоваться этим аппаратом и пригласим их к себе на кратковременное обучение. Решать, прежде всего, адекватную обеспеченность врачами, кадровую обеспеченность. Приведение, прежде всего, лечебных учреждений по, так скажем, материальной базе к существующим стандартам, которые есть в Российской Федерации. И я думаю, что здесь правительство России для этого все возможности дает, я имею в виду, с точки зрения финансирования. Ну и, конечно, переподготовка врачей более интенсивная, чтобы мы работали в одном информационном поле, я имею в виду, российские врачи, в том числе и врачи Севастополя. Это позволит не только нам друг другу лучше понимать, но, прежде всего, это позволит повысить качество представляемой помощи пациентам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА